Неплохо выступать публично Я постараюсь за 15 минут рассказать о цикле жизни одного публичного выступления И я позволил себе поделить его на такие этапы Первый – это внезапный момент, когда вы узнаете, что вам придется выступать Второй момент – это подготовка Как всегда, самый затратный по ресурсам Это потом затишье, это пара дней, неделя, день до выступления Нередко неделя до выступления и подготовка – это один и тот же период Иногда это день или ночь до выступления Потом собственное выступление, вопросы, анализ не влез Анализ там, да И где-то там справа плоды труда Хотя относительно меня они слева Вот, окей, подготовка Всегда перед тем, как подготовиться к выступлению, нужно провести такой вот анализ Ответить себе на несколько вопросов И первый из вопросов – это кто будет в зале То есть вы идете выступать с какой-то целью, будь то продать что-то, поделиться каким-то знанием там или еще что угодно И вы всегда доносите это людям То есть я сейчас доношу что-то вам И мне нужно хорошо понимать, кто вы, чтобы понять, что вам интересно Что нужно донести, какие там использовать аргументы, какие фичи и так далее Ну, лично я решил, что будет очень плохо, если я закачу какую-то унылую презентацию Там по какой-то глубокой теории публичных выступлений И будет лучше там для тех, кто хочет быть лектором и так далее Если я просто поделюсь кучей практических фич Вот, и первое – это поймите, перед кем вы выступаете Там, сколько лет этому человеку, кем он работает, чем увлекается, что ему нравится, что не нравится Как он проводит свободное время и так далее Следующий вопрос – какая цель? Что, чего вы хотите добиться своим выступлением там? Вы хотите, чтобы люди поняли, что такое теория относительности Вы хотите, чтобы люди перестали использовать какие-то ужасные штуки в своих графических презентациях Или перестали бы там называть вещи не своими именами, что-то путать и так далее То есть вы должны четко понимать цель выступления Что люди после вашего спича должны понять, научиться, сделать и так далее И логический вопрос, ответ на который вытекает из ответов на дух предыдущий – как достичь цели? Какие нужны аргументы? Какие там метафоры? Какие доводы? Какие еще штуки? То есть какую статистику нужно использовать? Какие-то люди поверят каким-то фактам, статистике задокументированной Некоторым проще поверить словам какого-то великого человека То есть все довольно просто Вступление можно поделить на четыре части Это вступление, основная часть, кульминация и заключение Довольно просто, я не думаю, что имеет смысл объяснять Вступление – это вы приходите, аудитория видит вас, вы аудиторию видите Вам нужно как бы познакомиться, вам нужно создать приятное впечатление о себе Чтобы люди не думали, что вы дурак и что-то интересное честно скажете Но тут что можно посоветовать? Никогда не… Хорошие способы, как начать выступление – это в первую очередь установить зрительный контакт с аудиторией То есть, ну, людям приятно, когда вы смотрите им в глаза, там они в потолок что-то рассказываете Или в пол, или еще как похуже Ну, понимаете Вот Что еще? Хорошо начать выступление с хорошей шутки, вот, но это такой тонкий инструмент Им нужно очень искусно пользоваться, потому что если вы в начале выступления плохо пошутите, то это очень плохо Вот Хорошо начать, например, с какого-то сравнения с чем-то или с какого-то статистического факта, там, относящегося к вашему выступлению Например, там, вы рассказываете, допустим, о… там… Дайте какую-нибудь тему Крокодилов А? Прямо Давайте какую-то… Вращивание крокодилов дома Вращивание крокодилов дома И вы там, например, говорите А знали ли вы, что, там, 50% тех, кто выращивает крокодилов дома съедены? Типа, ну, такой занимательный факт И люди сразу такие, ммм, это любопытно Вот То есть, ну, можно такие штуки использовать Ммм, что еще такого вспомнить, что еще такого вспомнить Ммм, есть, ну, знаете, классическая история Когда я шел на это выступление, что-то там случилось, можно об этом рассказать Можно начать рассказывать какую-то далекую историю из прошлого Которая, как бы, служит таким вступлением в основную часть И вы, как бы, начинаете ее рассказывать, но не заканчиваете Переплываете в основную часть, проходите через кульминацию В заключении возвращаетесь к ней, ее заканчиваете И люди обычно такие О, мой бог! Он же шел к этому все выступление За выступлением следует основная часть О ней, я, наверное, поговорю чуть позже Это, по сути, то, что вы хотите донести О чем рассказать, о чем убедить и так далее Кульминация Это вот, ну, если, например, вы предоставляете там какую-то Презентуете какую-то штуку там Или предлагаете какую-то услугу То это вот, когда вы там сначала о чем-то долго рассказываете И в конце там срываете все покровы И люди видят ваше прекрасное решение Прекрасную идею, гипотезу там или еще что-то И заключение, оно очень похоже на вступление Вы, как бы, резюмируете все, что было до этого И завершаете все с хорошим впечатлением Тут, в принципе, хорошо подходят все Все какие-то инструменты, которые можно было использовать для вступления Все просто Окей, три слова о тексте Как можно меньше, если вы разбираетесь в вопросе В общем, почему У нас, ну, назад Разные мозговые центры отвечают за письменную речь и за устную речь И когда, ну, у многих есть привычка писать большую пелену текста перед выступлением И потом ее много-много раз перечитывать, там, выучивать И после этого пересказывать Но, как правило, из этого, ну, получается что-то неясное Есть более эффективный способ И его можно сравнить с тем, как скульптор работает над скульптурой Вы берете сначала нечто бесформенное Такую глыбу камня И берете долото, молот И отсекаете там постепенно разные части И там в результате скульптура превращается во что-то прекрасное и классное С выступлением можно провести ту же параллель То есть вы берете сначала Вы просто берете и устно там про себя в полголоса, чтобы никто не слышал Рассказываете все, что вы хотите донести аудитории Вы там параллельно забываете пять каких-то классных фактов Там наврали, там очень плохо как-то состыковали секции в выступлении Но, ну, вы говорите И вот в этом фундаментальная разница Как бы вы То есть вы знаете, когда текст читается Это все равно как-то автоматично согласны Вот А когда человек говорит, ну, это заметно То есть это взаимодействие какое-то Это, ну, это как разговор какой-то Вот Поэтому побудьте скульптором Несколько раз Проведите несколько итераций вашего выступления С каждой там Отсекайте ненужное Добавляйте то, что забыли Там шлифуйте какие-то инструменты Которые выглядели очень классно И делайте их еще более крутыми Дизайн Это очень больная тема У 15 на 4 есть целая лекция Посвященная дизайну презентации Ну, я сделаю такое вот краткое резюме Ну, в общем Ну, слайд выглядит откровенно мерзко Какой-то мужик Ну, совершенно неясно Какое отношение это имеет к дизайну Мы можем сделать что-то получше Ну, я думаю, более очевидно Это дизайнер Он за работой И не обращайте внимание на штамп с фотостока Но все равно Если кому-то неясно То мы поясним И, ну, поскольку речь идет о творчестве То, ну, и все-таки если кто-то до конца не поймет Вот То Так делать не надо В общем, ладно Давайте порелаксируем Посмотрим на что-то хорошее Так Окей Ну, по дизайну что можно сказать В принципе дизайн презентации Это в первую очередь шрифт Ну, вообще Вот первый такой постулат По подготовке презентаций Презентация не должна быть самостоятельной Если вы с ней выступаете Она должна лишь вас дополнять Показывать то, что вы не можете просто объяснить словами Или показывать там фотографии Или просто идти с вашим выступлением И демонстрировать структуру То есть тезисы какие-то Чтобы люди просто понимали о чем сейчас идет речь Вот Шрифт Шрифтов лучше не выбирать больше трех Вот Три это вот самое такое оптимальное число Причем если вы берете там Например, какой-нибудь Arial Делаете его там Полужирным А второй делаете курсивом То это тоже считается за начертание Вы используете уже три шрифта И больше не надо Цвет С цветами, похожее правило Не используйте больше трех цветов Чтобы не было как на слайде с дизайнерами Вот Но это не относится к фотографиям Фотографии, конечно, ну Не нужно никак там менять Единственная просьба Используйте в высоком разрешении фотографии Чтобы они на больших экранах Выглядели хорошо Есть много программ, которые позволяют Выбирать целые палитры цветов Гармонирующие между собой Я Покажу один в конце Упомяну вернее Вот А вообще, ну, у меня их есть бесчисленное множество И Ну, такой вот Самый примитивный из дизайна Какой-то инструмент Это правило третей То есть Берете вот фигуру Это слайд Делите его на такие прямоугольники Прямыми линиями И Ну, то есть Они примерно вот Ну, все эти прямоугольники равны И они делят как бы Лист Там Тут на три части Тут на три части И Правило третей утверждает Что Человеческое внимание Фокусируется в точках Где линии пересекаются И Самые важные элементы На слайде Нужно размещать именно там И если вы возьмете Вот Большинство каких-то Фотографий, например И наложите на него эти линии То вы увидите Что Внезапно Основной элемент Находится на пересечении Ну, вот как с этой Божьей коровкой Окей Репетиция Ну, с репетицией тоже Все просто Несколько раз В условиях Которые Максимально похожи На реальные То есть, если вы можете Прорепетировать В том же зале В котором будете выступать То это вообще отлично Проверьте там Проектор Ноутбук Там Все Вот тут есть Правила Мне подсказали Правила Диверсанта То есть, вам нужно представить Что Есть такой Диверсант Который Его мечта Угробить ваше выступление Всеми возможными способами И вам нужно понять Вот На что он пойдет И попытаться Как бы это предотвратить То есть, там От того, что Презентация Не откроется До того, что Взорвется Ноутбук Или проектор Ну, в общем Все, что угодно Может произойти Вот, серьезно И Готовьтесь реально ко всему Вот, просто ко всему Вот, что Самое ужасное Вот, самое дурацкое На ваш взгляд Может случиться Оно случится Рано или поздно День Д Я не переводил Кто знает, что такое День Д Ага День Д Ну, это такая Как бы метафора День перед выступлением Но это Для военных операций Используется То есть, день перед военной операцией Какой-то Вот Я несколько раз Репетировал И всегда спрашиваю Что такое День Д Но я забыл заменить Окей Подготовьтесь Внешне и внутренне Вот, очень плохо Когда у спикера Там что-то звенит Там, зазвонил телефон На выступлении Это дико отвлекает Это очень неприятно И Или там, когда спикер Поправляет Что-то там на себе Там на одежде Ну, то есть, это Вообще как-то Непрофессионально Вот Я на самом деле тоже Дико непрофессионален Но В этом и фишка Я думаю И по этому выступлению Называется Как неплохо выступать Поблича Вот Усмирите Стра Черт В общем Ну Многим У нас есть Отдельное Выступление О том, как не бояться Но если кратко То Бояться можно Но просто Нужно понимать Что в страхе Публичного выступления Есть одна большая фишка Это адреналин Когда у вас Выделяется адреналин Вы начинаете Чаще дышать Мозг Больше насыщается Кислородом У вас вообще Тело мобилизируется Вы становитесь Более восприимчивым Ваша реакция Ускоряется Это же, блин, офигенно Почему этим не пользоваться? Осознайте власть Власть влезла? Так и да В общем, ну Просто представьте, что У вас есть Энное количество минут Для того, чтобы Рассказать о том Что вам важно Поделиться своим мнением Идеями Люди это услышат Просто осознайте И наслаждайтесь Контролируй Там было еще Да, было еще Я пролеснул Да, собственно Выступление Да Выступление Да Контролируйте В общем, ну Что я подразумеваю Под контролируйте Тут можно Ну, знаете Вот всегда, когда Вот если Особенно выступаете долго Где-то там Сзади Или справа Или слева Люди начинают шуметь Тут, ну, есть Очень простой способ Ну, вы уже установили Зрительный контакт Вы уже неплохо выступаете Просто Смотрите Этим людям в глаза Или Подходите вы в сторону Там, если шумят слева Вы так подходите Слева Если шумят справа Подходите направо То есть, ну, все просто И люди такие Воу, он что-то Это возможно еще Как, знаете, как в школе Когда учитель к вам подходит Вы сразу сидите смирно Возможно, это еще И с тех времен Что тут еще можно сказать Налаживайте интерактивность В выступлении Это всегда весело То есть, там Очень классно Забрасывать вопросы В зал Даже самые примитивные Даже риторические Там Очень классные штуки Мол Гопак, ты здесь? Гопак Гопак постоянно спрашивает Там Кто в первый раз Кто во второй раз Кто сначала Кто там еще что-то Вот это очень Есть Ну, по-разному бывает Но обычно Но обычно Но обычно вот Людям, например С самого начала Очень сложно Поднять руку Там Так, неловко Там На риторические вопросы Они там еще про себя кивнут Но вот если вы выстроите Вот такую линию От риторических вопросов До поднятия руки В конце можно вытворять Вообще самые безобразные вещи И все будет в порядке Это по контролю, да? Вроде порядок Камон Я не контролирую Чертов диверсант Как думаете, кто диверсант? Я Я думаю, это диверсант Ну и выступление В принципе Не нужно особенно париться Если вы хорошо подготовились То Ну все в порядке Вы просто делали это уже 10 н раз И просто повторите это в одиннадцатый И все классно Вы уже все сделали Собственно вопросы Вот Это тоже такой каверзный момент Вообще можно выделить Три вида людей Которые задают вопросы Пожалуй В общем Смотрите Я думаю А, боюсь они не все влезли Ну посмотрим В общем Есть человек с проблемой Вот Это самый хороший тип людей Которые задают вопросы То есть Вы там Ну о чем-то рассказали им Искренне что-то интересное Или Вот Вы рассказали что-то Что может помочь им там Осознать какую-то истину в своей жизни Или решить какую-то Их там задачу Но Им нужно узнать что-то побольше Вот что-то подробнее Они вот Искренне спрашивают вас об этом Вы им искренне отвечаете Мир становится добрее И все хорошо Но есть еще два парня Есть парень Который Спросит по приколу Обязательно о чем-нибудь Вот Ну Это знаете Люди которые задают самые общие вопросы И вот если задуматься о том Парень Зачем тебе знать об этом Ну Мол Ну то есть даже знаете Факт какой-то вот Даже Не какой-то узкоспециализированный там Просто что-то общее там Вопрос там Где ты взял эту фотографию Где ты взял эту фотографию Вопрос там типа О лекции О нейромедиаторах Что такое биология там Или еще что-то То есть вот казалось бы Зачем? Ну вот нужно спросить обязательно И есть третий тип Самый адский Терминатор Но он не влез Это люди Которые вот давят На все больные места презентации На все там Пробелы На все Вот это тот диверсант Который выполнил Всю работу до презентации И пришел Отдутся еще на вопросах И реально вот иногда Складывается впечатление Что Скайнет послал В прошлое Терминатора Чтобы Вы не смогли Выступить Неплохо Ну тут что надо сказать? Отвечайте Отвечайте на вопросы Но Помните что Вам не нужно Не обязательно отвечать на все Вы не обязаны знать все Вы не обязаны Разбираться во всех вопросах Вы можете сказать просто что Ну есть вот классный инструмент Когда Вы не можете ответить Или не хотите Вы Делаете серьезный вид Смотрите Человеку прямо в глаза И говорите Оставьте мне ваши контакты В течение 24 часов Я разузнаю И обязательно Вам доложу Всю важную информацию Вы просто ангел В глазах аудитории Вы 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 Проявили Несусветную Внимательность К Человеку Вы Вы Выделили Приличное Время После Презентации А потом возможно Он даже Ничего Ничего ему не скинули Но люди просто запомнили Это Не Не Злоупотребляйте Но Вот Терминаторов можно хвалить Или Ребят Которые По приколу спрошу Нередко люди задают Вопросы Просто для того чтобы почувствовать Себя хорошо Если вы им сделаете комплимент Они могут даже Забыть о заданном вопросе Раствориться В чувстве прекрасного И Просто Молчать до конца В секции вопросов Дальше Анализы выступления В общем Ну это на самом деле Момент Которым многие Пренебрегают Но очень зря Вот Очень хорошо После того как вы уже Как бы все продумали Посмотреть как все прошло В реальных условиях И просто откровенно понять Что было круто Что было не очень То есть Ну Можете Даже Составить там Ну если вы хотите Серьезно работать там Над публичными выступлениями Можно составить Журнальчик Писать что хорошо Что плохо И смотреть как бы За своей динамикой То есть Отмечать что Что можно улучшить То есть Вы там Плохо пошутили Или там Сделали ужасный слайд Или там Вам казалось Придумали гениальную Метафору там Какого-то процесса Но люди нифига не поняли И То есть Вам там нужно поработать Над юмором Над дизайном Или там Над придумыванием Более простых моделей Объяснения чего-то там То есть Все такое Как учиться выступать Ну Кроме как выступать Ну Я выделил Четыре таких Классных способа Первый Это ролевые модели Или Примеры для подражания Что более просто То есть Просто следите за людьми Которые классно выступают Смотрите TED Смотрите презентации Там Apple Tesla Смотрите там Как выступают политики Как выступают там Какие-то Какой-то Топ-менеджмент Там Хорошие 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 юмористы Вот это тоже Ну типа классный пример того Как люди могут выступать Там стендапы И все такое Ну зависит от вашего жанра В принципе Смотрите 15 на 4 Хорошие события Ходите на хорошие события Вроде этого Ходите на TED Если получается Ходите там На разные конференции И отмечайте Кто классно выступает Отмечайте Почему вы решили Что он классно выступает Перенимайте какие-то фишки Улучшайте свой собственный стиль За дизайном Можно ходить на Слайдшер Кто знает что такое Слайдшер Вот смотрите Есть сайт Слайдшер.нет Это просто Большой агрегат презентаций Просто люди туда Выгребают свои слайды Можете заходить туда Там есть топ Лучших презентаций за день Там за неделю Там то что люди лайкают И просто наслаждаться Прекрасным дизайном И кстати есть Классный лайфхак Который не относится К публичным выступлениям Если вам нужно там Быстро Разобраться Поверхностно В какой-то теме В каком-то вопросе Вы можете пробить это На слайдшере И там как правило много Презентаций Которые вот Ставят своей целью Как раз Дать самый поверхностный Какой-то уровень знаний То есть если вам там нужно Научиться что-то делать Вы можете забить это В слайдшере И посмотреть 10 презентаций На эту тему И довольно неплохой Эффект получается И книги Книг по риторике Там вообще безумное количество Если бы я мог порекомендовать одну Я бы порекомендовал Книгу Радислава Гандапаса Камасутра для оратора Просто дико крутая книга С очень дико крутым я вижу названием И просто она очень маленькая Очень короткая Но вот она концентрированная В ней вообще нет воды Просто каждая страница Это какое-то открытие Какой-то инсайт Какой-то инструмент Вот это просто лучшее Что например лично я читал По публичным выступлениям Инструмент Инструменты Господь В общем Четыре инструмента Для подготовки слайдов Советую либо простые Google презентации Либо PDF Это Самые простые и функциональные штуки PDF открываются везде Google презентации открываются везде Sorry Лучше Лучше забудьте о анимации Потому что когда-нибудь она не откроется Или когда-нибудь она затормозит И все испортит Потом есть очень классная штука Называется Adobe Cooler CC Color Пардон А раньше он назывался Cooler Вот я перепутал В общем ну это та самая штука Которая позволяет подбирать очень классные палитры цветов То есть вы там выбираете цвет, который вам нравится Забиваете его там Или в RGB Или эффект И он вам может выбрать там Разные там Цвета Гармонирующие с ним Похожих оттенков Контрастирующие И ну вот Вообще классная штука Потом Ну я не указывал конкретно Есть очень много фотостоков Хороших На которых можно находить Высококачественные как бы картиночки Забудьте о клип-арте навечно Вот знаете вот эти презентации там где Безликие человечки там С кубком там номер один Или они там рукопожатие там какое-нибудь Вот вот этот клип-арт Вот самые вот эти очевидные штуки там Когда вы делаете слайд про сделку Вы вставляете рукопожатие Ну господь это типа так Это очень-очень-очень прям предсказуемо Неинтересно Вообще не свежо И забудьте об этом пожалуйста Не загружайте Не загружайте картинки в плохом разрешении И вот есть еще тонкий момент с фотостоками Вот есть два типа фотостоков Хороший Там где вы находите классные картинки Очень интересные Хорошие И есть второй тип фотостоков Там где вы вбиваете хакер И вам такой белый фон Чувак в черном костюме в маске Типа за ноутбуком То есть вот тоже такая вот хрень какая-то И используйте иконки Иконки это очень классно Некоторые иконки могут сказать больше чем Там десять предложений Есть просто вбивайте icons, png Или там в любом нужном формате И используйте И шрифты То есть ну тоже много есть разных шрифтов Там тоже google fonts можно использовать Мне вот дали хороший совет на репетиции Что вообще ну этот пункт надо было удалить Про шрифты Потому что иногда когда люди понимают Что они могут пользоваться шрифтами сторонними Они ими пользуются Вот ну Вот шрифт это как бы Он просто должен сообщить информацию Он не всегда должен быть вот таким ярым сам по себе То есть лучше не используйте там вот какие-то Прям очень кричащие шрифты И используйте что-то вот более нейтральное Ну на самом деле Стандартных там Ариала, гильветики, open sense Вот ну хватает Что еще сказать Спасибо за внимание Это мерзкий слайд Вот просто лучше забудьте о слайде спасибо за внимание Он просто повторяет то же самое что вы скажете Гораздо круче если вы сделаете что-то вроде этого Вы не произнесете после конца презентации свой email Или свои контактные данные Но кому-то они могут понадобиться Кому-то может быть это интересно И лучше сделать так И делайте так Делайте так Чтобы ваши презентации не выплывали за экран И выступайте неплохо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...